МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дарья Устенко сейчас снимает здесь свою курсовую работу «Черно-белый этюд». Фильм основан на фантастической истории, которую девушка нашла на просторах интернета. Признается, она понравилась простотой, которую показать в кадре не так-то легко. Так как это операторский этюд, здесь нет как таковой режиссуры. Здесь в основном идет акцент на свет, на композицию, на движение камеры. Поэтому это просто такой маленький ужастик, возможно, такой небольшой анекдот. Приобщать студентов к ремеслу с пеленок – основной принцип Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Сегодня это единственный вуз в Европе, где готовят весь спектр специальностей для этих отраслей. Причем такое обучение существенно повышает уровень квалификации как творческих, так и технических кадров. Техника сегодня идет киносъемочная, телевизионная, семимильными шагами вперед. И очень часто творческие работники, операторы не успевают и не в состоянии использовать максимально все те возможности, которые дает эта техника. А совместные занятия с техническими специалистами в нашем вузе позволяют как раз операторам тем же максимально использовать все съемочные возможности камеры. В свою очередь, творцы, зная, что может современная техника, соответственно, и свои художественные замыслы корректируют. Чтобы студенты учились на самой современной технике, вуз старается сотрудничать с крупнейшими компаниями-производителями кино и телеоборудования. Поэтому здесь, у будущих киношников, есть даже своя научно-исследовательская лаборатория, в которой можно увидеть знаменитую технологию захвата движения Motion Capture. Предназначена она прежде всего для наших художников-анимации, студентов, обучающихся на кафедре компьютерной графики и дизайна. Используется она для создания анимационных фильмов путем перенесения движения с реального живого человека, с актера на анимированный персонаж, который, собственно говоря, художники нарисовали. Пожалуй, самый громкий фильм, снятый на основе этой технологии, это, конечно, «Аватар». Однако даже самая современная техника без высокой идеи – лишь груда металла. Не случайно на режиссерский факультет здесь каждый год самый высокий конкурс, хотя это одна из самых сложных профессий. Ведь режиссер – это не просто творец, а прежде всего хороший организатор, мощный мотиватор и тонкий психолог. Речь идет не о том, как использовать новые технологические приемы, а как использовать что-то другое. Знание о человеке, знание о его душе. И умение донести это до своего будущего кинозрителя. Вот это – высший пилотаж. Уметь рассказать о том, что волнует тебя сегодня. Уметь рассказать человеку, дать ему надежду. Мы учим снимать доброе кино. Мы учим снимать кино, после которого зритель выйдет и захочет что-то в себе переосмыслить, захочет что-то передумать и очень захочет что-то сделать. Сделать что-то такое, чтобы мир стал на микрон лучше. Кинорежиссер Сергей Овчаров в свои мастерские набирает порядка 50 человек. Хотя это и много, признается мастер. Каждый студент здесь не просто должен получить хорошее образование, а еще и состояться в профессии. Проблема же современного российского кинематографа – отсутствие дебютов. Продюсеры в молодых творцов сегодня вкладывают деньги неохотно. Очень мало в производстве фильмов в Санкт-Петербурге. В Москве много. Но у нас есть фильм, который никак не возродится, к сожалению, до конца. Потому что он возродится тогда, когда будет очень много фильмов сниматься на него, как раньше было. Вот сейчас в связи с проведением года кино обещают, что количество дебютов повысится, количество финансирования, денег повысится. И тогда, возможно, мы увидим какие-то результаты. В прошлом году в России было поддержано всего три дебюта. Меж тем, для развития отечественного кинематографа необходимо не менее сотни режиссерских дебютов в год, говорят профессионалы. Чтобы изменить ситуацию в этой отрасли, правительство Санкт-Петербурга в 2016-м решило поддержать четыре молодых проекта. В ближайшее время будет объявлен открытый конкурс, и лучшие работы получат не только денежные субсидии, но и содействие в продвижении своих картин. Ирина Тавкалева, Олег Подьячев, Татьяна Осипова, Андрей Клемешов, Александр Высоких, Первый канал, Санкт-Петербург.